Всем привет, с вами снова Диана и да, сегодняшний влог будет очень интересным, потому что я заболела, ну или простыла, я не знаю, надеюсь вы слышите мой непонятный странный голос И я пыталась сегодня что-то снять, точнее нет, честно скажу, вот я даже не пыталась, но я не могла встать с кровати первые два часа, как я проснулась, так что надеюсь это вам о чем-то говорит Я простыла, не очень хорошо себя чувствую, сейчас более-менее пришла в норму, как-то собрала себя, свой внешний вид, чтобы вам что-нибудь сказать на камеру, но не думаю, что у меня конечно получилось, но ладно Да, я прошу прощения, что не будет сегодня такого влога, как я обычно хожу куда-то и с вами разговариваю, но надеюсь вот этого тоже будет достаточно На самом деле я хочу запустить сегмент на моем канале уже давно, просто я совершенно не знаю, как его назвать, потому что в основном все мои видео Ну ладно, не все, но хорошая часть моих видео на этом канале, она состоит из тех видео, когда я просто оправдываюсь и говорю, почему у меня нет, почему я не делаю нормальные видео И пора бы уже придумать название этого сегмента, как например у Кати Клэп есть веселые пятницы, у многих англоязычных блогеров у них есть пиллоу ток Когда им их сабскрайберы присылают какой-то топик, тему, на которую вы хотите, чтобы я поговорила И вот так вот это все происходит, я просто балабулью минут 10, не больше Так что да, я хочу сделать это, если вам это нравится, обязательно мне напишите внизу в комментарии, либо мне на АСК, либо в ВКонтакте в группу Мне кажется, что в ВКонтакте в группу никто не заходит, я не знаю, она вообще нужна мне или нет, потому что я как-то пытаюсь с вами там связываться Потому что в Твиттер я не люблю писать свои какие-то апдейты, и вообще, да, не знаю, напишите мне, что вы думаете Потому что я немножко запуталась со всем этим, и я сейчас пытаюсь вернуться в эту рутину, чтобы снимать видео для вас И поэтому я сегодня делаю влог для вас, потому что я воспринимаю это серьезно Я правда стараюсь как-то не только вам угодить, да, с одной стороны, но и с другой стороны Это для меня какая-то цель, чтобы научиться наконец-таки нормально оставлять видео Да О чем с вами сегодня поговорить? Давайте поговорим, как я не люблю осень Это последний день День Это последний месяц осени, и я безумно рада, потому что я поняла, что я не люблю осень И что как долго бы я не пыталась ее полюбить за какие-либо мелочи, которые мне, в принципе, нравятся в этом сезоне Время года Время года Но я поняла, что я не могу И это слишком сложно для меня Потому что каждый год я стараюсь для себя поставить цель Не то, что цель Я пытаюсь сказать тебе, все, Диана, давай ты поливаешь осень в этом году Потому что в этом году твоя осень будет лучше всех Но нет, каждую осень я впадаю в такую депрессию, из которой просто невозможно меня вытащить Я просто валяюсь каждый день, или хожу по магазинам, или вообще ничего не хочется делать Вот серьезно Я люблю смотреть сериалы, потому что все мои сериалы любимые ходят осенью, новые серии Я люблю украшать свою комнату Что вы, кстати, видите, вот в том зеркале, там тоже я есть Вот Я люблю украшать свою комнату Но я не люблю осень Мне она не очень нравится Плюс я как-то просто заболела, не знаю как Наверное, из-за того, что я пошла с ночевкой к подружке своей И спала у меня на полу, и мне, наверное, продуло как-то Но, не знаю, мне это очень не нравится И такая погода, что выходить неохота И что вроде солнышко светит, но оно так предательски светит Потому что, когда выходишь на улицу, у тебя в лицо этот холодный ветер И вообще, мне не нравится осень Если у вас есть какие-нибудь... Я люблю весну Я люблю, когда все так вот становится теплее И когда можно раздеться уже из этих зимних одежек И вот Осень такая противоположность Мне прям так не нравится Наверное, это еще одна причина, почему я так много не делаю видео Если вы посмотрите, кстати, мою историю Мне кажется, что на этом канале, что на том канале У меня всегда дефицит видео именно осенью И летом, потому что летом как бы я отдыхаю А осенью как бы мне плохо Да Еще что хотела сказать Я знаю, что я сейчас очень рада Перебегаю с топика на топик Поэтому я и хочу, чтобы мне какую-то Давали тему определенную Чтобы я только об этом разговаривала Чтобы я не бегала туда-сюда Так что, да, напишите мне Я бы все сказала Опять Что хотела сказать Спасибо вам большое, что вы написали ласки Это безумно греет душу Это безумно приятно Что вам нравятся мои видео Что вы хотите, чтобы я выставляла больше И это очень классно, когда ты просыпаешься с утра Потому что, когда утром я просыпаюсь Я не хочу уйти в школу Я смотрю инстаграм Меня это как-то успокаивает Знаю Это просто аддикшн уже в последнюю В конец Но, в общем, я открываю телефон И у вас к мне безумное количество вопросов И большинство из них это Какие-то пожелания, восклицания Доброго утра, хорошего тебе дня, Диан Ты такая красивая, Диан Ты такая хорошая, Диан Ты такая молодец Это очень греет душу, правда На самом деле И вот Именно сейчас, когда я вообще не чувствую себя Что я вообще на что-либо способна Потому что мне кажется, что я ничего сейчас не могу И вы мне такое пишите Это очень радует, на самом деле Так что, да, большое спасибо вам И большое спасибо, что вы у меня есть Это очень много для меня значит Потому что, как бы, если не для вас То для кого я это все снимаю Конечно, я в первую очередь для себя С одной стороны как-то Развить Свои какие-то таланты скрытые, не знаю Как-то научить разговаривать на камеру Что мне, надеюсь, получается более-менее сейчас Но В основном это все для вас И в основном это, чтобы как-то вас заставить Чувствовать себя лучше Чтобы как-то поднять настроение Чтобы дать вам какой-то совет Это мне очень важно Поэтому Да, я очень рада Что вам это нравится Что вы наслаждаетесь Моим видео Хотя, конечно, мне нужно еще учиться Видеоблогингом заниматься Но не об этом Что ж Завтра Я иду обратно в школу Потому что сегодня я Проснулась Встала У меня кружилась голова Ужасно Я просто не могла ходить по квартире Я просто легла и поняла, что все Я никуда сегодня не пойду Иначе я просто свой организм убью Нафиг Поэтому я сегодня отлежалась Сегодня хорошо себя чувствую И Завтра думаю Надо уже пойти в школу Потому что я не люблю пропускать школу Потому что В итоге это мне потом боком оборачивается Так что Завтра я вернусь в школу И уже пусть конец недели Послезавтра у меня должен быть Турнир Не турнир Ладно Игра с другой школой По баскетболу И Я не знаю пойду ли я Потому что я себя Не очень хорошо чувствую Я не знаю Будет ли это для меня лучше Если я поеду В другой город Три часа Я туда-обратно Как бы Посмотрим Я пью лекарства Я очень хочу сыграть Потому что Мне это нравится Я этим наслаждаюсь Это вот Наверное да В школе Когда я себя ужасно чувствую Я иду Просто пытаюсь Что-то играть в баскетбол У меня поднимает настроение Потому что Сейчас Сейчас вообще Все раздражает Все раздражает Ничего не хочется Только музычку слушать Можно в баскетболчик поиграть И еще комнатку Открасить Да Так что да Моя комната Она вообще В процессе В процессе создания И не знаю Что я сейчас о ней думаю Но вот Вот эта вот часть Она мне очень нравится Вот видите Вот эти вот Светочки В общем У меня есть такие над кроватью Всегда их видите В моих видео И вот тут они Есть Теперь Почему? Потому что Когда я Я не люблю Очень резкий цвет Поэтому я никогда не включаю Вот этот цвет Который у меня тут И когда я включаю И на полную мощность Кроватью Она всегда Канет туда В итоге я делаю Все уроки Свои на кровати И это очень неправильно Потому что я Отвлекаюсь На кровати Так спокойно Мягко И я Ничего не делаю Поэтому я решила Что Факет Куплю себе Другие еще Светлячки И повешу На стол Чтобы как будто Проще времени проводить Естественно Она мне помогает Я ее тут включаю Тоже На полную мощность Там она играет Более-менее Так расслабленно И Я теперь Спокойно могу Сделать уроки Потому что Мне нравится атмосфера Мне нравится Как это все выглядит И Эстетически Я чувствую Что Вау Окей Круто Посижу тут Знаете Поэтому Что я вам хочу сказать Украшайте свои комнаты Это очень успокаивает На самом деле Я Занималась этим Вторую половину дня Потому что Первую половину дня Я валялась И Сейчас я себя чувствую Гораза лучше Да Так что Уже Девять минут Десять минут На счетчике Я думаю Что Хватит на его балабульстве Я Надеюсь Что Завтра приду со школы Что-нибудь вам сниму Но не обещаю этого Потому что Из-за того Что я Все пропустила Сегодня Мне придется Может быть Остаться завтра После школы И нагнать Какие-то вещи Что я не сделала Поэтому Да Я Постараюсь Конечно Но не обещаю Опять-таки Я вас очень сильно люблю И Не болейте Пожалуйста Это просто Ужасно И вообще Я очень жду Зимушку Когда она придет Я буду очень радоваться Хоть Конечно В колене Не чувствуется Зима Как такова Ну Ладно Так что Да Оставайте Мне ваши Замечательные Комментарии Внизу Я все читаю Я все смотрю Также Пишите мне Васк Я тоже Все смотрю Не упускаю Ни один момент Может быть На какие-то вопросы Я не отвечаю Но это По каким-то Другим причинам Не потому что Я их не вижу Так что Да Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok